Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Приветствую вас! Здравствуйте! Сегодня хотелось бы с вами пообщаться о той ситуации, которая в нашей стране сложилась в плане культуры. Культуры потребления, я бы сказал. То, что люди уже не могут жить без того, чтобы потреблять какие-то услуги, какие-то товары. И вообще вся жизнь, такое ощущение, как будто она только вокруг денег и крутится. Вот купил, продал, заработал, опять чтобы потратил. Это нормально вообще, вы считаете, или из этого надо как-то выкарабкиваться? Ну, я считаю, что культура потребления или, как еще сегодня говорят, культура консюмеризма, английское слово консюмеризма, потребления. Она, чем опасна эта культура? Потому что она формирует у современного человека определенную систему ценностей, которая, в свою очередь, не приносит человеку счастье, а приносит, наоборот, человеку беду. Вот это что я имею в виду. Современная культура потребления рассчитана на то, чтобы человек, ну, как бы, формирует такое поведение у человека, чтобы он больше, как можно больше зарабатывал и как можно больше, соответственно, тратил. Чтобы был такой оборот вещей в этом мире и, соответственно, оборот денег, и от этого, значит, развивается экономика и так далее, и так далее. И через средства массовой информации нам постоянно это, через рекламу, фильмы, передачи, нам постоянно эту мысль вбрасывает. Вот смотрите, как нужно жить, какие нужно иметь дома, бассейны, машины, самолеты. Значит, в чем заключается успех, а успех, он, как правило, в этих фильмах и передачах заключается в том, чтобы ты заработал как можно больше денег, достиг какую-то карьеру, положение, власти, что ты можешь ездить, развлекаться там в различные части мира, там в самые дорогие отели. Вот это все формирует, как бы, представление о ценностях у современной молодежи и уже у людей среднего возраста, вот, потому что молодежь выросла на этих ценностях. Вот. А это, в свою очередь, чем плохо? Вот, на мой взгляд, в чем это таит опасность? Это таит опасность в том, что материальные вот эти ценности, о которых мы говорим, формируемая культура и потребление, они не смогут принести человека подлинного счастья, удовлетворить его душу, наполнить его миром, гармонией, гармонией, радостью. Они этого сделать не способны. То есть это фальшивые ценности, которые нам подбрасывают этой культуры. И в погоне за этими ценностями, буквально именно в погоне, человек испытывает страдания, испытывает переживания. Он не испытывает счастья, не испытывает радости. Или, как в Библии сказано, не испытывает благословений, я бы так лучше сказал, блаженства. Счастье, радость – это понятие очень относительное. То есть, что меня может радовать одно, моего соседа – совершенно другое. И, может быть, на то и есть вот этот вот широкий спектр всех товаров и услуг, чтобы мы могли выбрать каждый по своему вкусу то, что радует лично меня, вот, и как бы наслаждаться этим. Ну, понимаете, к сожалению, вот те вещи, о которых мы говорим, они не приносят нам счастья и радости подлинного. Почему? Потому что вот мы созданы Творцом, мы созданы Богом, да? И только тот, кто нас создал, знает, что для нас лучше. Ну, часто приводят, вот, я слышал такие примеры, вот, машину мы покупаем, там же написано, какой бензин туда заливать, какое масло. Если мы что-то другое туда будем заливать, масло и бензин, наша машина испортится, мы не сможем на ней поехать и достичь какой-то цели, там, значит, ну, получить наслаждение от езды. То же самое и в жизни. Господь нам создал. И в священных писаниях, в частности, вот Библии, я христианин, написано то, что дает нам счастье. Вот те духовные ценности, Бог сюда поместил, которые могут наполнить нашу жизнь счастьем и радостью. Если мы следуем другому пути, если мы идем за ценностями потребительской культуры, конфермеризма, мы этого не получим. Да, мы будем жить, но мы теряем качество нашей жизни, понимаете, качество. По крайней мере, общество заставляет нам думать, что качество жизни совсем по другому зависит. Думать, да, понимаете, это обман. Нам кажется, что да, вот мы сейчас поедем там куда-то развлекаться, это нам принесет радость. Но на самом деле, вдруг обнаруживается потом, и я часто встречал таких людей, они мне задают вопрос, пастор, скажите, а как же так? Вот мы вроде поехали, деньги вложили, думали развлечься, а приехали какие-то опустошенные после этого развлечения. Вот пустота какая-то, вот негатив какой-то. Вроде бы, казалось бы, должно радость принести нам это дело, а оно нам принесло только вред. Или там, например, потребление алкоголя с этим связано, там, курение, вредные привычки. Есть ведь много вещей, с которыми, в принципе, мало кто спорит. Вот как вы сказали, да, алкоголь, наркомания, там, вредные привычки. Вот, что это действительно вредно, что это приносит только беду. А власть? Так это проблема, я бы сказал так, молодежи, которая еще не совсем опытна в этих вопросах. Она сейчас попробует, она сейчас шишки набьет, и она поймет, что надо искать что-то где-то в другом месте. Но проблема взрослых людей, власть, например. Некоторые думают, я сейчас обрету власть, сделаю себе карьеру, и это принесет мне счастье. Я с такими людьми очень часто общаюсь, которые, достигнув вершины своей карьеры, признают ту же самую опустошенность в своей жизни. И еще большие проблемы, достигнув власти и положения, человек испытывает, может, гораздо большие проблемы, чем если бы он был простым работником. Таких случаев немало. Почему? Потому что не это является той ценностью, которая может принести нам радость. Вот, конечно, хорошо достичь власти, хорошо иметь деньги, хорошо отдыхать, как мы скажем. Но это хорошо только тогда, когда во главе угла у нас стоят духовные ценности. Ну, я вот хотел вспомнить, в детстве читал сказки, которые заканчивались, как правило, что и стали жить, поживать, и добра наживать. Но перед этим создалась семья. То есть, по сути, семейные ценности. И там не было какого-то негатива вот в этих вот словах и добра наживать, потому что это было построено вокруг семьи, вокруг ячейки общества. И добро в данном случае, то, что люди приобретают в себе, это было на благо этой семьи, на то, чтобы эту семью воспитывать. Неужели сейчас что-то в этом вопросе изменилось? Если я наживаю себе, опять же, добро для своей семьи, что в этом плохого? В этом плохого ничего нет, но если мы все... Значит, я заботюсь о комфорте своей семьи, заботюсь о благосостоянии своей семьи, заботюсь о том, чтобы мои дети пошли в школу получше, в вуз получше, заботюсь о том, чтобы нам было, что кушать не из самого плохого, то есть, извините, там, не товаром быстрого приготовления, и за дешевую копейку, и то, что вредно для нас питаться, да? И я для этого должен заработать побольше. Совершенно верно. Но Священное Писание как раз-таки и учит нас тому, чтобы мы трудились и зарабатывали хлеб своими руками, и старались обеспечить свою семью. Ну, так мы тогда к этому и пришли. То есть, чем больше я заработал, тем комфортнее получится моей семье жить. Не совсем так. Дело в том, что Священное Писание, оно расставляет акценты в нашей жизни. То есть, оно нацеливает нас, как сказал Спаситель в Евангелии, «Ищите прежде Царство Божьего, а все остальное приложится вам». То есть, понимаете, здесь он четко очень проводит такую акцентацию. На первом месте стоит наша вера и духовные нравственные ценности, содержащиеся в Священном Писании. Все остальное прикладывается к этому. Наш труд, семья, развлечения и так далее, и так далее. Если, когда у меня есть средства после того, когда я принес, скажем так, зарплату в свою семью и обеспечил свою семью всем необходимым, хорошо, я не буду гнаться, потому что, что называется, нет предела совершенству, и миллионеры тоже тратят все свои миллионы и миллиарды, и порой в пустую роскошь, мне не нужна эта огромная роскошь. Мне нужен обыкновенный такой нормальный, спокойный, размеренный комфорт. Вот. Я его достигаю, когда у меня остается какой-то излишек, никаких проблем. Я могу пожертвовать на благотворительность, я могу пожертвовать там на храм, на еще какие-то там нуждающимся, вот. Но отрывать от своей семьи и нести туда, извините, это уже экстремизм. Этим занимаются секты, которые приходят и начинают у бедных бабушек и у тех слоев населения, которые, может быть, не совсем образованы и не понимают, куда они попали, начинают им вешать лапшу на уши и говорить, несите все сюда. Ну, лично не идет об этом, я же не говорил о том, чтобы отрывать от семьи. Я говорил о приоритетах, которые мы расставляем. Но если приоритет, если в первую очередь ищите прежде Царство Божие, а семья на каком там месте у вас получится? На втором, на третьем, на пятом? Все остальное приложится к этому. Откуда? Если я не заработаю, кто даст? Вот в чем... А знаете, в чем причина? Причина в том, что когда человек, значит, вот о чем я говорю, значит, когда человек начинает искать, прежде всего, Бога и нацелено на духовные ценности, то как раз именно духовные ценности, содержащиеся в Священном Писании, в Слове Божьем, они как раз и ориентируют человека на то, чтобы он заботился о своей семье, о своих близких, там, о своей жене, уделял внимание детям, их образованию, любил друзей, там, значит, даже врагов. Вот этому-то всему учат Священное Писание. Тогда мы можем сказать, что... И поэтому, если для человека центром его жизни становятся Господь, его вера, значит, и духовные ценности, то отсюда из этих ценностей проистекают и все остальные вот эти вещи, забота о семье, об обществе, о людях, там, значит, друзьях, любовь, там, и так далее, и так далее. Все же отсюда проистекает. А вот если пирамида переворачивается, и наоборот, деньги, там, даже родные, там, власть, карьера, становятся центром твоего внимания, да, и ты сконцентрирован только на этом. То, понимаете, ради денег многие идут на убийства, на ложь, там, подлох, попадают в тюрьму. Итак, мы говорим о моральных ценностях, которые в Священном Писании поднимаются. А они и духовные, и моральные, они взаимосвязаны. Ну, хорошо, давайте тогда посмотрим, вот у нас было 70 лет коммунизма. Моральные ценности были на высоте, не в читу того, что происходит вот сейчас. И никакого бога там не было, никакой религии там не было. Она была запрещена. Да, и мы видим, что в то время и особо-то не запирали. И наши улицы, где мы жили, там бабушки так вот, еще этот, на дощечку так прикроют свою этот калитку, чтобы она, ну, просто настежь не была, и все. Вы знаете, я с вами не соглашусь, почему? Потому что, на самом деле, в советское время, я сам еще помню это время, потому что я и учился в советское время, школа оканчивала, институт. В советское время религия существовала. Но это была не религия конкретная, христианство, ислам, например, буддизм. А это была квазирелигия. Вера в коммунизм, светлое будущее. Это религия, и все атрибуты мы находим там в демонстрациях, в том иконостасе, в политбюро, которое мы там в школах, в учебных заведениях видели. Все это существует. Была вера в светлое будущее и в те ценности, которые воспитывались в советском обществе. Поэтому я бы так не ставил вопрос, что не было веры. Да, была борьба там с конкретными религиями христиан, но была вот эта квазирелигия. Она двигала в то время людей. Но проблема в другом, что эта квазирелигия, о которой мы говорим, да, она может каким-то образом помочь решить моральные, этические, нравственные вопросы общества, как это в советское время решалось, но она временно, она не несет человеку будущего, не дает человеку жизни, потому что ведь мы верим, я, например, верю не только для того, чтобы жить здесь, на этой земле, но я надеюсь еще и на жизнь вечную, на спасение во Христе, на то, что моя жизнь не окончится здесь, на земле, понимаете, это, как мы говорим, это ценности неприходящие, вечные. Потому что, смотрите, дети вырастут, уйдут из дома рано или поздно, создадут свою семью. Деньги тоже кончатся, потому что мы уйдем на пенсию, потеряем, как бы, ну, а может быть не кончится, но их уменьшится, да, количество. Здоровье, соответственно, мы теряем его. Близкие тоже могут нас покинуть или умереть, или просто покинуть. Такое тоже, к сожалению, бывает. Что тогда у нас остается, если у нас, кроме вот этого, что я перечислил, больше ничего не существует. И многие люди из-за этого попадают в такую вот проблему разочарования, понимаете? Они себе строят по максимуму комфорт и все. И вот чтобы вот этот вот комфорт окружал их, ну, если возможно, до конца жизни. Вот смотрите, я вам хотел бы прочитать на эту тему. Мне очень нравится... Это зависит от финансов. Финансы закончились комфортно. Мне очень нравится мысль, которая выражена в притче, сказанной в Евангелии от Луки, 12 главе. Христос сказал эту притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю жидницы мои, построю большее, соберу туда весь хлеб мой, все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но бог сказал ему, безумный, Всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Это очень глубокая притча, которая говорит нам о том, что если мы меняем эту пирамиду ценностей, если мы в углового угла ставим материальные какие-то вещи, свой комфорт, вот и сказали, да, ставим в углового угла. Но может наступить такое время, и причем внезапно, как говорится здесь, да, когда вдруг по каким-то обстоятельствам от нас независим, мы этот комфорт потеряем. Вот мы всю жизнь туда вкладывали, как богач, да, строили дело. Казалось бы, вот, наступило время, когда мы уже вот должны наслаждаться плодами этих своих трудов там, да, а тут вдруг приходит смерть к этому человеку, приходит болезнь там, или еще какие-то обстоятельства, и он все теряет. И что тогда, Господь говорит, остается, если у него, кроме этих ценностей, комфорта и материального, ничего больше в жизни у человека не существовало. Все, тогда остается пустота. И, кстати, вы говорили о советском времени, я хорошо помню моего дедушку, ныне покойного, который прошел через всю войну, который жил полностью в это советское время, да, вот, и когда оно закончилось, он скопил у себя там на книжке 7 или 8 тысяч рублей. По тем, в советские времена, это были большие деньги, можно было машину, квартиру купить. А тут вдруг все это обесценилось, он пришел, и он не может купить хлеба и колбасы на эти деньги. Это был страшнейший для него удар. Разрушилось то общество, в которое он когда-то верил, советское, да, наступило какое-то другое общество. Это был страшнейший удар для старшего поколения, и многие этого не выдерживали в то время, в 90-е годы. Потому что система ценностей была ориентирована не на то. Да, хорошие, нравственные, может быть, моральные вещи говорили в советское время, но они были временные, они не были вечные. А вот Священное Писание призывает нас обратить внимание на вечные духовные ценности, неприходящие, которые смогут, в отличие от ценностей консумеризма, культуры потребления наполнить нашу душу, принести нам радость не только нам, но и нашим близким, детям, родным, и дать нам будущее, будущее и надежду. Вот о чем говорит Священное Писание. В этом плане, вот когда вы сказали, чтобы не остаться потом у разбитого корыта и найти что-нибудь духовное для своей жизни, я думаю, станет еще один вопрос, но это вопрос для будущих наших передач. А как же избрать тогда, как выбрать среди всего, все эти гестроты? Потому что у нас, к сожалению... Но это отдельный вопрос. Да, у нас, к сожалению, и вопросы духовных ценностей сейчас точно так же, как и услуги разбросаны. Вот на прилавке, пожалуйста, выбирай любую. Как не ошибиться, чтобы потом... Нет. Я думаю, в данном случае надо действительно посвятить часть своей жизни, изучая этот вопрос для себя и сделав правильную... Ну, это уже отдельная тема для передачи у нас. Да. К сожалению, нет времени. Ну что ж, благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы были с нами все это время. Пусть вам Господь поможет разобраться и в этом духовном вопросе нелегком для себя. Субтитры создавал DimaTorzok